Завершилось заседание Совета Министров иностранных дел СНГ, которое было создано в преддверии саммита Содружества независимых государств, который состоится завтра. Мы одобрили план консультации между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ на ближайшие два года и рассмотрели целый ряд проектов документов, которые согласованы для доклада главам государств, соответственно, 13 октября. Среди этих документов заявление в поддержку свободы вероисповедания, заявление о международных отношениях в многополярном мире, заявление о сотрудничестве в сфере цифровизации и заявление в поддержку русского языка как языка межнационального общения. По этой же теме одобрен документ, который учреждает международную организацию по русскому языку, которая будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав СНГ. Большое внимание делено мероприятиям, которые планируется провести в связи с предстоящим в 25-м году 80-летием победы в Великой Отечественной войне, принят соответствующий план мероприятий. И уделили серьезное внимание вопросам, которые касаются сотрудничества в сфере безопасности. Одобрены документы по взаимодействию в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма, и план мероприятий по противодействию преступности. Все это выносится на рассмотрение глав государства. По предложению Казахстана принято решение создать при содружестве категории стран-наблюдателей и стран-партнеров. Конкретные кандидатуры будут рассматриваться после того, как этот документ будет одобрен главным государством. Ну и Россия, как вы знаете, будет председателем в СНГ в следующем году. Завтра президент Путин представит концепцию нашего председательства и план соответствующих мероприятий. Так что я считаю, мы сегодня хорошо поработали. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Россия-24, пожалуйста. Наталья Соловьева, Россия-24, Сергей Викторович, Армения. Становится, наверное, очевидным кризис в отношениях между Ереваном и Москвой. Но самое печальное – это рост антироссийских настроений в Армении. Как вы считаете, если это следствие, то в чем причина? И мы не подходим ли мы к той точке, когда наши добрососедские отношения тоже поразит кризис? Невую точку невозврата может быть, потому что... Вы знаете, то, что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно. Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы. Да и раньше тоже их там было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов прежде всего США и Евросоюза и стран НАТО. Эти попытки мы видим. Они достигают каких-то результатов. Но у нас глубокое убеждение, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно-исторически-братских связей с Российской Федерацией. И обращаю ваше внимание, что пару дней назад премьер-мистр Пашинян давал пресс-конференцию, интервью. И в нем он четко сказал, что Армения не меняет свои ориентиры. Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Иран в другом направлении. Тасс, пожалуйста. Сергей Викторович, здравствуйте. А премьер Ирака попросил президента Путина выступить с инициативой о прекращении огня в зоне Палестино-Израильского конфликта. Готова ли Москва выдвинуть такое предложение и стать посредником между сторонами? Я обсуждал, если это тема сегодня. Вы знаете, мы ведь практически в тот же день, когда началась вот эта горячая фаза противостояния Хамас и Израиля, сделали заявление, официальное заявление Министерства иностранных дел, в котором призвали ровно к тому, о чем вы сейчас говорите, к немедленному прекращению огня и возобновлению прямых переговоров между Израилем и Палестиной. Сегодня мы эту тему затронули. Посмотрим до саммита, будет ли возможность согласовать какую-то общую позицию для ее официального представления. Но у всех единое мнение, сегодня мы это обсуждали в узком составе, у всех единое мнение, что нужно немедленно прекратить этот конфликт, соблюдать международные гуманитарные права, не допускать каких-либо проявлений террористических акций, неизбирательного применения силы, от которого могут пострадать и уже страдают огромное количество гражданских лиц с обеих сторон. И, безусловно, то, о чем вчера еще раз сказал президент Путин во время выступления на российской энергетической неделе, необходимо сконцентрировать внимание на существе проблем. Долгие десятилетия принятое решение Организации Объединенных Наций о создании палестинского государства саботируется, прежде всего Соединенными Штатами, которые хотят монополизировать, узурпировать посреднические усилия, пытаются оттеснить сторону и Россию, и ООН, и Евросоюз, и тем самым срывают работу квартета международных посредников, в которые вот эти все стороны входят в Россию, США, ООН и Европейский Союз. Президент дал исчерпывающую оценку таких действий, и мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решения Совета безопасности ООН о создании палестинского государства на основе вот тех принципов, которые были в организациях Объединенных Наций. Спасибо.